За несколько дней до начала форума студентов попросили подготовить фотоматериалы и художественные работы на тему защиты природы. И сами преподаватели не ожидали, что взгляд на экологическую проблему будет таким острым и волнующим. Мы увидели очень зрелые, вдумчивые, можно так сказать, даже философские работы на тему сохранения природы. Но студенты даже позиционируют себя с той точки зрения, что они осмысливают то, в каком мире они будут жить. И если вы посмотрите на плакаты, на многих из них есть знаки вопроса. Такая беспокойность молодежи завтрашним днем вызывает уважение, признаются преподаватели вуза. Их вдумчивое неповерхностное отношение к природе Кавказского заповедника направляет организаторов форума на создание образовательных экологических программ, включая экологические экспедиции, различные акции, семинары, круглые столы в защиту природы, участие в литературных конкурсах. Цель быть самим экологически просвещенными и повести за собой других людей. А выпускники Сочинского государственного университета чаще других общаются с миллионной армией туристов. Развитие познавательного экологического туризма очень актуально для будущего города Сочи как курорта, потому что эти направления и в мире, и в России становятся все более популярными. Безусловно, молодые специалисты в области туризма должны знать, как правильно организовать экологический и познавательный туризм, чтобы и людям было интересно, чтобы этот туристический продукт пользовался спросом с одной стороны, с другой стороны, чтобы неискощительная природа пользования обеспечить, чтобы природа наша уникальная сохранялась. В этом году заповедная система России отмечает свое столетие. Ученые вместе со студентами СГУ будут обсуждать тему особо охраняемых территорий до 27 декабря.